В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем первый день лета с погоды. В эфире «Утро Карачаева Черкесия» подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса Федеральной службы судебных приставов. Органы принудительного исполнения детям. Первое место на этом конкурсе заняла ведущая судебный пристав Хабесского районного отделения судебных приставов Жанета Мукова. И сегодня она гость нашей программы. С ней в эти минуты в нашей студии встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Жанета. Здравствуйте. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Жанета, я знаю, что у судебных приставов бывает много различных конкурсов. Совсем недавно подвели итоги в одном из них, где вы стали победителем. У вас первое место. Я знаю, что конкурс этот касается каким-то образом детей. Хотелось бы узнать, что это за конкурс и как вам удалось первое место на нем завоевать. Это всероссийский конкурс? Региональный. Целями проведения конкурса органов принудительного исполнения детям является эффективность исполнения исполнительных документов, защиты прав и интересов детей. При исполнении судебным приставом исполнителям своих служебных обязанностей. Также отмечу, что в преддверии Международного дня защиты детей Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике проводится ежегодная информационно-социальная кампания судебные приставы детям, посвященная взысканию алиментов, вопросам взыскания алиментов. Что вы делали на этом конкурсе? Какая ваша задача была? Задача была по исполнению всех исполнительных документов, находящихся на исполнении в полном объеме. А как вы пришли в эту профессию? Наверное, прежде всего, потому что это связано с восстановлением справедливости, защитой чьих-то интересов. Тем более, в данном случае это касается несовершеннолетних детей. Судебный пристав, который занимается взысканием алиментов, прежде всего, должен очень ответственно относиться к работе. и понимать, что от его действий зависит, в полной ли мере будут защищены права ребенка. За все это время ни разу не пожалела о выборе профессии. Жанетта, скажите, какие меры принимаются вами для того, чтобы взыскать эти алименты? Это установление места работы должника, направление исполнительных документов для удержания заработной платы и иных доходов. Это ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, временное ограничение на пользование должником специальным правом. Это обращение на имущество должника, на счета, на денежные средства, находящиеся на счетах. Дай Бог, чтобы в нашей стране было как можно больше сознательных граждан. Наши дети должны быть обеспечены, наши дети должны быть счастливы. Я благодарю вас за интервью. Конечно, еще раз поздравляю вас с победой на этом конкурсе. Благодарю вас. Спасибо. И заглянем в календарь. Сегодня Международный день защиты детей. В Черкесске пройдет ряд мероприятий. В амфитеатре Зеленого острова в 10 и в 11 сказка «Здравствуй, лето». В 12 на Первомайской состоится благотворительная ярмарка «День распахнутых сердец». В 16 часов филармонии благотворительный концерт. А уже вечером в 20.30 открытие светомузыкального фонтана. Сегодня еще Всемирный день родителей. Не забудьте им позвонить. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке, затем также программы абазинской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем удачного дня и встретимся завтра.